Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. Приветик еще раз. Помните эти ногти? Да, они уже не в том состоянии, что были раньше. Правая рука, конечно, обдолбанная, согласна. Буквально на этой же неделе я сделала себе новый маникюр. Я собиралась и на левой руке все отодрать, но, как видите, не совсем получилось. И в итоге я это потом спилила. В этот раз я буду делать маленьких существ по лбочках. Это будет такой, наверное, небольшой туториал, который вы можете повторить вместе со мной. Уверена, вам это понравится и вы научитесь на моих ошибках. В итоге у меня получилось две колбочки с разными существами. Я это начала делать еще до того, как видосы в ТикТоке про фей и охотников на фей завирусились. Это была моя самая-самая первая попытка и благодаря ней я смогу исправиться. Этот персонаж мне не совсем нравился, он был слишком какой-то яркий, странный, мне не нравились его брови. Как вы можете заметить, он весь в трещинах. Я покрыла это все грунтом, акрилом, и я думала, ну, акрил это ж классно, акрил это здорово, он становится как резина. Я, получается, просто каждого персонажика покрыла слоем резины. Что может случиться? Но после того, как я это все залила водой, оказывается, это все размокло, вы можете взять абсолютно любые баночки. Я взяла колбочки из-под лекарств, типа болтушки, на вкус как рвота. Я ее вымыла, почистила. В эти баночки я засовываю буквально все, что у меня есть. В одну из баночек я зачем-то засунула кофе, и вы поймете, к чему это может привести. Я дам это своему пельмяннику. Я уже спросила, да, он это хочет. К тому же, если я вытащу этого персонажа, то его уже, к сожалению, не спасти. Это живые растения, овощи, корни, которые ожили, и имеют свой характер. Вы спросите меня, почему нужно было заливать это водой? Потому что тогда все видно гораздо четче, и все, что находится в колбочке или в баночке, визуально увеличивается. Это все из говна и палок. Я взяла ниточку из-под чайных пакетиков, отрезала и покрасила золотой краской. Получилось что-то типа золотой нити или проволоки. Затем из крышечек, которые были в этих колбочках, я равномерно отрезала несколько кусочков. И это практически выглядит как шестеренки. Только это четыренки, четырех стенки... Чтобы понимать, какая крышечка к чему относится, я их еще дополнительно сверху немного помечаю акрилом. А вот и персонажи, которые будут у меня в баночках. Этот похож на зеленую морковку. Он такой милый! Листики я сделала при помощи атласной ленты, которую я вырезала в виде листика. Листика опаяла по краям, приклеила клеем и немножко покрасила акрилом для ткани, естественно. А это малыша-чаровашечка другой, он такой миленький. Я хотела, чтобы у них были разные характеры. Ааа, только посмотрите! Он больше похож на кабачок или на огурчик. Также у меня есть вот такое вот существо. Он у меня немножко ассоциируется с грутом. Он словно деревянное существо, какой-то корень. Он был особенный. И мне очень нравятся его корни сверху. Я их покрасила в золотой. Он был очень милый и ему повезло, что я его никуда не ссывала. Поэтому он целый и невредимый. Они должны быть максимально маленькие, чтобы влезть в эту колбочку. Поэтому они у меня чуть больше зубочистки. Что же не так с тем малышом? Он размок, но недостаточно сильно, чтобы превратиться в труху. Он треснул и я сразу же его вытащила плоскогубцами. Мне повезло, что я успела среагировать так быстро. Иначе мне было бы его просто не спасти. Я его просушила полностью. И пришло время замаскировать все его раны. Я купила суперклей и заливаю насмерть все, что там есть. Эти колбочки, к слову, у меня сохли несколько дней. Да, вот так вот. Но зато все держится на своих местах. То же самое я сделала с другой колбочкой, в которой есть кофе. И по идее, все должно было быть прекрасно, потому что там огромный слой лака. Огромный слой клея, которого даже больше. Я думала, что мимо меня эта проблема пройдет стороной. Лучше бы я реально с улицы взяла кусок грязи, и тут толка было бы больше. Но вы сами посмотрите, оно даже вглубь не зашло. Как там могло пройти это кофе? А теперь начинаем украшать все содержимые баночки. Золотая нить. Я решила это сделать сразу, как только я залила клеем. И даю туда эту четырехшестеренку. На этом я еще не остановлюсь. Мы вернемся к этой колбочке чуть позже. Вот тут я хотела сделать небольшую травочку и небольшой кустик. В общем, я хотела, чтобы эта колбочка выглядела как консервированная баночка. Поэтому я отрезала небольшой кусочек пряжи и прицепила ее туда. Когда-то мне подарили вот такой вот браслетик. Это было 8 лет назад. И я его носила, так что если вы мне его подарили, что вы тут забыли? В общем, в какой-то момент он у меня сломался, и я не хотела его просто так выбрасывать. Поэтому я стала его перерабатывать, как я делаю совсем. В общем, я отклупала оттуда несколько стразинок. И буду их ссывать в ту колбочку с кофе. Золотаем этот огурчик. Или кем бы это существо не было. Мне, в принципе, удалось подобрать похожий цвет, который у него был до этого. Вы просто посмотрите на эту моську, как же можно не назвать его милым. После того, как это все высохло, я прошлась толстенным матовым слоем лака. Засовываем всех их в полбочки. Старайтесь ставить ваших существ в той позе, в которую вы хотите сразу же. Потому что, скорее всего, у вас не получится это исправить. И дай бог, у вас получится потом их вытащить оттуда. Прикрепляем туда стразинки. И цепляем туда персонажа. Тут ничего не видно, конечно. Но я также дополнительно нацепила в верхней части колбочек небольшой кусочек ватки. Нет, не ватка, это маленький кусочек помпона. Это вместо тумана или вместо облачков. Здесь они выглядят еще живыми, еще славными. Так, колбочка с моим любимым персонажем. Выглядит, конечно, не так, как я его себе представляла. Но послушайте, это не имеет значения после того, как он настоится за ночь. Да. Затем, чтобы это все не открылось, или если вы это все уроните случайно, я обклеиваю крышечку, вставляю и держу так некоторое время, чтобы все 100% зацепилось. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Зато ваши существа будут в порядке. А вот что произошло с тем малышом. Кофи все-таки окрасила колбочку. Но знаете что, в каком-то месте это даже придает шарм. Может быть, окрашенная вода была необходима в этом месте? Послушайте, мне нужно прям вглядываться, чтобы посмотреть, кто же там находится. Разве это не добавляет мистики? У этой колбочки прям отдельный вайб. И я все равно все еще могу его видеть, так что все в порядке. А вот и наши консервированные огурчики-морковочки. Выглядит так же мило, но, к сожалению, камера не может передать. Они выглядят так, как будто они там цвели. Реально, как будто бы ваши родители, или ваши деды и бабушки взяли и законсервировали какую-то банку на зиму. Чтобы вам было лучше видно, я даже напротив света ее поставила. Выглядит еще круче. Немножко как будто воды не хватает. Это на самом деле очень странно, потому что я заливала все точно. Но при большом желании можно постараться открыть крышку, залить все заново и опять ее закрепить клеем. И меня так умиляет тот малыш грустный. Ему не нравится находиться в той баночке. Или он просто интроверт, и он не хочет находиться рядом с этой морковкой. В любом случае, если вы любите ролить, или играться во что-то, или вы хотите добавить немного мистики себе в комнату, похвастаться друзьям, какие вы крутые, играться, словно вы что-то коллекционируете, находите каких-то магических существ, и прячете их в колбочке, то можете сделать это. Если бы я умела все это делать в детстве, я была бы самым счастливым ребенком. А так я просто завязала на горке. Одна. Мне очень понравился этот проект. Надеюсь, кто-нибудь его повторит. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...